уважаемые инвесторы 3 октября 24 года на экране южа урал золото гк так компания ну как и говорит занимаются золотом да вот на фондовом рынке она недавно графика очень мало работать естественно очень трудно вот то есть вы знаете так как я работаю с графиком вот но все же тут все я правильно принципе вы решил вот здесь я уже в принципе смело могу сказать то что цена пойдет вниз вот теперь вопрос от подписчика в каком временном периоде думаете возобновиться рост юж урал золото вот я значит человеку ответил что лук ноябрю на 044 жду так смотрите почему к ноябрю это и давайте будем и следите с того что цена будет действительно вот так красиво двигаться по стрелочке 10 процентов из вот всех прогнозов которые я делаю действительно так происходит да в некоторых вот прям красиво красиво прям по стрелочке движемся я вот даже сейчас не вспомню какой-то я сейчас актив просматривал и там прям вообще красиво идем так вот смотрите и вот вот движение приблизительно вот такое да и вот внизу я вижу вот где моя стрелочка находится внизу я вижу при этом скажем приблизительно 8 ноября вот но давайте но не забывать что это фондовый рынок да то есть тут естественно все может происходить по разному по этому поводу я уже снимал несколько видео вот как вообще понимать правильно прогнозы это можете пересмотреть вот опять таки вот смотрите отсюда я указываю рост вообще это неправильно потому что его возможно и может и не быть вот смотрите так сейчас объясню так так произошел произошел если глобально смотреть так ну ка вот произошел пробой смотрите давайте я вот реально сейчас пересмотрю просто бумагу актив сам да и вот прям доделаю прогноз так это вот у меня старший фрейм так открой значит свечной график здесь интересного ничего не вижу единственное то что я могу просто вот предполагать что цена все таки пойдет вниз так значит раз так это раз так и значит два так я человеку написал ответил что сейчас сниму видео вот ну потому что человек удивленно да на 044 к наяву блин да фиг я его знаю куда он доходит на 020 мне вообще до лампочки вот дальше что я вижу смотрите здесь произошел здесь произошло неудачное движение да вот я вижу вот она не смогла цена пробить и она с большой вероятностью возможно и не пробьет вот но какой еще есть сценарий то есть тут нужно вот недельный сценарий недельного у нас здесь так в принципе очень сильные есть очень сильный есть сигнал на рост да так то есть исходя из недельного сценария так у нас здесь перекупленность вот так исходя из недельного сценария могу предположить вот такой сценарий так 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 приблизительно к отметки 062 например отсюда происходит разворот и рост к отметке 076 это первое так первый сценарий далее продолжим вот чтобы было понятно да давайте я вот это дело подвинул так будет повеселее далее продолжим допустим пофантазируем что вот так все прекрасно пошло по фантазируем вот значит когда цена будет вот здесь я уже буду знать что цена произведет возможно какой-то там небольшой тест вот и пойдет вот к этому сопротивлению опять вот пофантазировали и представили что вот вот так оно пошло дальше что может быть здесь существует еще одна допустим здесь существует максимальный уровень фиба а вот здесь предельный уровень фиба если если цена пробьет она может в любой момент она может вот отсюда даже не найти она может давайте будем вот так она может вот отсюда провести движение вот сюда не важно как она будет дергаться дрыгаться вот то есть мне нужно понимать где вообще поддержка чем может произойти в этом случае вот то есть если отсюда произошел рост то я должен понимать до какого уровня она вообще максимально может расти что произойдет где у меня каша переварится вот где продавать день и продавать вот далее вот этот разворот давайте я его сделаю другим цветом вот далее она может она может не дойти до отметки допустим там 075 вообще она может вот здесь где-нибудь зафиксироваться и начать свой разворот вот здесь вот так то есть по времени мы опять уже сдвигаемся естественно но дураку понятно да как бы как вот теперь отсюда кто гарантирует отсюда рост да я не знаю да бог его знает что отсюда будет вот кто его вообще знает что тут будет возможно знает папа создателя этой компании может быть мама его знает без понятия я понимаю что предельный уровень здесь и цена имеет полное право ушатать всех на 031 имеет полное право если кто-то говорит не дать невозможно что значит невозможно вы вы кто вы как вы оцениваете эту компанию вы ее владелец кто или что я не понимаю вы банк который ему кредит откуда вы знаете куда вот нужно понимать что вот этот уровень фибоначчи это не какая-то теория это инструмент вот как вы гайку закручиваете допустим там каким-то ключом вы не можете гайку на 13 закручить ключом на 14 или например вы не можете в сковородке по-женски объясняться вы не можете в сковородке сварить суп например вот так же и здесь вы не можете утверждать что нет нет отсюда мы развернемся да блин может быть развернемся а может быть не развернемся потому что на фондовом рынке извините это это как бы блин не детский сад вот а может быть цена возьмет и вот так пойдет а я захочу вот так и в течение одного месяца в конце ноября она просто всех ушатает к предельному уровню фибоначчи например и отсюда начнет свой потихонечку такой разворот такой там в рост пойдет вот то есть ну вот это тоже момент нужно учитывать да то есть тут же ну это ну как бы цирк немножко вот поймите это фондовый рынок это нормально никто не может исключать этих моментов поэтому тут каждый вот почему сейчас трудно вы решили потому что потому что цена не сформировала ни ни хрена ничего тут не понятно что тут что вот то есть нет никакой сформированной модели поэтому непонятно куда если цена вот пойдет сейчас вот так допустим сюда и пойдет вот сюда это грубый такой прогноз да вот так давайте я сделаю вот б б б б б фиолетовым давай если она вот так пойдет тогда да тогда я могу быть уверенным что вот после закрытия вот здесь цена пойдет вверх почему потому что сформировался какой-то определенный паттерн на продолжение тренда вот этому естественно я тоже вот этому обучаю показываю объясняю постоянно также цена имеет право опять отсюда спуститься и опять сюда подняться зафиксироваться например она не дошла она не дошла до этого уровня вот так например выглядеть будет вся эта схема вот так и вот так например будет выглядеть и вот здесь вот отсюда цена опять уйдет вниз и потом она только через какой-то момент грубо скажем это 2 декабря 24 она закроется тут и тогда сформировался опять паттерна разворот я понимаю у возможно сейчас цена пойдет вниз вверх извините потому что сформировался определенный паттерн и да и отсюда цена там полетит куда-то вверх и все будут кричать я же говорил я же говорил я же говорил так надо понимать что я же говорил нужно сначала понять вообще что происходит и что будет происходить вот я могу эти паттерны сейчас рисовать до бесконечности но моя задача я я это бесплатным бесплатное обучение не предоставляя поэтому я привет ну вот объясняю какие моменты и возможно а их там десятки понимаете вот их несколько действительно потому что вот давайте сейчас сейчас вот сейчас я вижу только коррекцию все я не вижу никакого роста нет сигналов на рост нет вот вот когда будет где-то разворот тогда я могу сказать о да вот теперь давайте поехали дальше дневной фрейм так подождите вот месячный фрейм так индикатор и нифига ничего не показывают недельного у нас так вверх так вверх вниз дивергенция отработалась вверх тут все тут вниз так дальше так здесь в принципе ничего никакое никакого дивера нет я на одном часовом фрейме я уже показывал здесь формировался паттерна разворотная модель все вот те кто обучение проходили они естественно понимают что это такое так дальше давайте дневной фрейм дальше так 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 вот теперь я вот эти вот эти вот по нарисовал да вот давайте теперь я то есть это можно в блин ну в принципе ладно я это оставлю в принципе как про прогноз так чтобы потом не забыть я просто потом помню что я что-то делал по прогнозировал а потом забываю как действительность и так дневной фрейм так теперь смотрите какое может быть движение я покажу потому что я уже в принципе я уже в принципе в принципе в принципе так так может быть может быть опять таки предположение почему потому что сейчас трудно что-то смотрите опять дневной уже фрейм да ну хотя сейчас уже пофиг можно и на 4 часовой переключиться вот и график чтобы было видно график вот так я сделаю чтобы эти свечи не мешали потому что в принципе свечи тоже нужно просматривать но не обязательно теперь смотрите произойдет что может произойти вот такая херня может произойти вот цена вот сюда падает так отсюда она не знаю там формирует какую-нибудь фигню она растет сюда на 80 подождите глобально давайте я глобально буду вот сюда пришли сформировали ушли на 81 тут сформировали ушли на 042 тут уехали на допустим на 076 и здесь ушатали дальше вниз например к предельному уровню фибу вот к предельному пока у нас предельно здесь максимально на 051 предельно на 031 нужно просто понимать число нужно понимать если происходит движение то почему так почему не вот так то есть я не могу каждый раз записывать там новый прогноз но для себя естественно да я делаю там да какие-то прогнозы по определенным вот то есть это одна из вариантов от один из вариантов один из сценариев который может произойти понимаете да вот какой еще может сценарий произойти сейчас покажу так что я уже запутался тут в этих палочках так сюда так сейчас покажу сейчас покажу короче все в принципе я думаю видео этот нужно прекращать потому что смотрите вот здесь на 063 вот здесь у меня поддержка посмотрю что здесь будет происходить если про про будет пробитие вот если бывает тут пробитие тест и значит она пойдет вниз на 051 да то есть если если будет если будет отскок значит надо будет опять смотреть куда она собралась вот я возможно она на собралась на 076 возможно после 076 она пойдет к своему 051 вот то есть тут тут нужно будет работать от глобального к меньшему фрейму то есть нами на мелком фрейме допустим одни паттерны формируются на большом другие паттерны вот ну те кто в этой теме они понимают что не стоит ходить гадалкам вот вот это вот эти все фигуры они четко отражают движение цены вот допустим если кто знает как охотники ловят зверя допустим да они след вычисляют там не поможет никакая гадалка никакие карты не помогут ни хрена ничего не помогут да и смешивать церковь ходить и молиться за какую-то компанию чтоб она выросла это просто полнейшая дну тупость человечества да потому что тут это не работает здесь работает математика вот нужно понимать что вот этот график это закрытие цены цена закрылась тут цена закрылась тут цена закрылась тут цена закрылась и так далее и каждые четыре часа здесь на дневном фрейме такая же фигня тут цена закрылась тут закрылась тут закрылась и у нас формируется что-то что математика преподносит потому что люди это толпа люди покупают за цифры все эти цифры превращаются это все это математика и все это вот это движение все это можно вычислить естественно она вычисляется не 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 нужны никакие карты и там я не знаю блин бред какой-то знаете вот поэтому тут нужно каждый раз следить вот именно сейчас прямо утверждать что вот так вот так пойдет очень глупо но то что цена придет сейчас к отметке 063 это я уже вижу все а вот отсюда нужно будет дальше смотреть все на этом прогноз я заканчиваю как бы объяснение и я думаю человек если ну поймет мое сообщение то что там в тифте в пульсе нельзя писать в открытую что типа я сейчас на в телеграме опубликую заходите на мой канал там меня сразу заблокирует поэтому если человек да ну поймет что я в теле в телеге это опубликую тогда думал сейчас подпишется посмотрит вот но в принципе и вам тоже что-то где-то какое-то в качестве обучающего видео как что куда уважаемые инвесторы если и вы инвестируете в акции россии сша гонконг и криптовалюта металлы валютные пары то подписывайтесь на телеграм youtube тик ток и инстаграм каналы так как каждом канале разные одновременно полезной информации с помощью которой вы сможете спасти свой капитал примножить а даже зависимо от стратегии удвоить или утроить свои деньги